Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт. Я только что досмотрел шестую серию Локи Финал, кстати, в костюме Тивей. Полный комбез вот на спине. Но, блин, порвал вот эту штуку на моих рогах Локи. Было бы круто с рогами смотреть. Это было нечто. Некоторые моменты настолько взрывают. Без спойлеров здесь сейчас сложно вообще что-то сказать. Будет отдельное мнение на канале о всем сериале. Это, да, это действительно пока лучший сериал Марвел, который вышел. Будет отдельное мнение о сериале. Плюсы и минусы, что мне понравилось, что не понравилось. Далее будет полноценный разбор этой серии. Естественно, он будет вот прям совсем скоро. Так что подписывайтесь, если вдруг не подписаны, поддерживайте. Спасибо за приключения. Давайте дойдем до конца. Приятного просмотра. Это же я! Кстати, Локи пролетел очень быстро. Вот не знаю, как так получилось. Может, среда это чудо-день какой-то? Маленькая пятница? У меня мурашки. Что происходит? Это ключевые. Блин, у меня мурашки, пипец. Вот это эпик! Вообще! Фига! Ну, это сильно, это сильно. Это, это прям хорошо. Загадочно. Ну, что, всем приятного просмотра. Финал Локи здесь. Красиво. Все, это... Я так и думал, без минутка, главная злодейка. И она безумная. Благодаря. Вы все... Ты хочешь инфинити-каплет? Твой. Троне Асгарда? Нет проблем. Блин, и покажут же кадр, где он на троне Асгарда. Блин, мисс Минутка классная. Она такая прям злая стала. Ну, это было, на мой взгляд, предсказуемо, что она из такой... Доброй помощницы скрепочки превратится... В такую стерву, что ли. Ну, это прикольно выглядит все равно. Такая анимашка злая, я такое люблю. Ну, я говорю, мой краш теперь аллигатор Локи, поэтому... Мисс Минутка. Локация красивая. Это почему? О, пипец, у меня аж мурашки. Вообще, странный такой. Прямо сразу показали, я не ожидал. Ну, блин, слишком многое вело к Кангу-завоевателю. Было бы странно, если бы был не он, да, с другой стороны. Не скажи мне, что я в этом аппорте. Нормальная такая шутка. Ну, и я себе третью крючку взял. Знает, как заманить англичанина. Том Хиддлсон придумал эту сцену, чтобы чай попить только, сто процентов. Опа, отец вернулся! Писок каек. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Они нашли... Это ее все-таки, да, была ручка. Ну, ручка была непростая. Я ее... Ручка была непростая. Кто ты? Так, ну еще одна как бы веточка с... ручкой закрылась не зря мы обратили на нее внимание в разбирать гений все знает вот ссылка на изумрудный город блин вообще прикольно сделано хорошо отыгрывает актеры блин кажется она права саунд мощный мощный а ты не ли ричардс пошел кстати у него хрона это часы как у мстителей а вот это уже интересно я бы не сказал предложение века опа что-то что-то не так последний серий настолько насыщенный что я просто сижу вот так тут ничего не вставить потому что все объясняют и вселенная началась мультивселенная началась человек паук 3 доктор старичного накануне я так не уверен это его машина времени что да сколько можно каждый раз он так падает но она его убьет но от этого же ничего не изменится действительно по итогу у нас будет много кангов Ничего себе Здесь ощущение, что они повернули, а она повернулась специально Блин, ну что Блин, ну что Очень нравится Это локация, декорация Классно сделано Было логично, что его убьют в этой же серии И появится другой Канг в Человеке-муравье Надея, кстати, прикольная, что будет прям Много его будет убивать, а он будет еще раз появляться А там уже от ответвления еще одни ответвления растут Посмотрите Красиво выглядит ББ-тьвей Блин, и что получается, Мебиус на гидроцикле не покатается Сразу минус 5 баллов в сериал И сейчас финал будет, да? Ау, в другом таймлайне Он в другой таймлайн портал попал Где Мебиус его не знает И здесь уже Канг Хо-хо-хо-хо Нифига Вот этот весь хороший Прям опять до мурашек пробило Так, смотрим, что-то Писали посмотреть титры еще Саунд здесь вообще какой-то невероятный Я не знаю, что творится Натали Холд Просто уважение наше Блин, пипец У меня мурашки до сих пор еще Вот с момента Твиста не прошли Держится Да, не показали сцену, где Локи в Асгарде По-моему, это единственная сцена А, еще где он поворачивается Поворачивается в Башню Мстителей И вот это не показали То есть, возможно, это будет сейчас в сцене После титров Возможно, не знаю Посмотрим Может, это вообще вырезали в итоге Локи вернется Во втором сезоне Если вы следили за новостями То вы наверняка Сейчас знали, что Второй сезон будет Я об этом не раз говорю Что два сезона будет Ну, как минимум То есть Если для кого-то это стало новостью Вы не смотрели видосы И стримы И все, не смотрели Так что подписывайтесь на канал Вот Так что, ну да Было известно, что два сезона будет Но я почему-то думал Что они как-то Немного завершат Первый сезон Истории И потом Будет уже немножко другое Но оказалось, что они вообще прям Ну Сюжет будет дальше Дальше, дальше идти И Локи Вот этот Локи Видимо, даже закрепится Какое-то время В кино вселенной Это прикольно Сериал Пушка Сейчас Я не знаю Сейчас обсудим серию по моментам Потому что Я вообще Взрыв головы Когда показали Канга Вот этот Поцелуй тоже показали Тоже неожиданно было Вот эта сцена Очень красивая в начале Прям Мне очень понравилось Как они это сделали Во Вот здесь она очень жуткая Мисс Минутка К сожалению Толком не рассказали Ее предыстории Ее какой-то сюжет Но Стало известно Что Она изначально Как бы работала на Канга Она его знала Ну это прям шок Контент был Мисс Минутка Прям страшная была Вот Ну это Вот именно шок был Я вот в этот момент Подумал реально Ну Типа сейчас затравочка будет То есть Я думал Покажут Канга Ну я и говорил в ролике В разборе Что его покажут Ну возможно как тизер То есть такое Знаете Камело небольшое Как Таноса Вот Ну показали Прям тут достойная роль Он прям пол серии Там болтал Рассказывал Это круто Неожиданно Вот Здесь я выпал Полностью Не ну Актер топ Справился на мой взгляд Отлично Такой эксцентричный Канг Тем более мы увидим Разные версии Канга Мне кажется Что будет классно Посмотреть Где там Канг Вообще молчаливый такой, знаете, как просто такой убийца злодей, ну, как Танос, не особо болтливый, есть вот такой, есть еще какой-нибудь хитрый, смешной, ну, мне кажется, это интересная идея, что теперь будут разные везде Канги, и Канг и так это очень такой уникальный злодей тем, что он появлялся в разных временах и в разное принимал обличия, да, там, где-то он там такой Тутунхамон или еще кто-нибудь, где-то он там в Средневековье и так далее. Вот, и здесь то же самое, будет только прям еще как-то запутание. А, вот его предысторию, не сказали, что он там Натаниле Ричардс или еще что-то, имени не сказали, просто сказали, что он был ученым, сказали, что он был ученым, его по-разному называли, в том числе Завоеватель, даже своего имени он не сказал, то есть мы не знаем, что конкретно это Канг, но это Канг, понятное дело, вот, и будут разные версии его. Кстати, очень красивая сцена, мне нравится, как они показали таймлайн, который разветвляется, как дерево растет. Еще понравилось, что Канг, в итоге он-то предложил Локи и Сильвии быть правителями ТВ, и по сути все могло быть вообще иначе, не было бы разветвления, все это бы сдержалось, и это была бы та версия, ну, то есть Локи вначале, Локи прошел реально арку, он отказался от этого, Хотя, вы помните, что в первых сериях он как раз-таки хотел забрать правление ТВ, вот, но он прошел целую арку, изменился полностью, и это другой Локи совершенно. Тут, конечно, я не мог предположить, что она отправит его на самом деле в другую реальность, где то же самое происходит, но в плане мультивселенная разрастается, нам же это не показывает, но, блин, это супер крутой твист на самом деле, что он попал в другую реальность. Видимо, теперь эти порталы, ну, вот эти порталы, они, видимо, работают рандомно, абсолютно, но из-за того, что был один таймлайн, можно было вести координаты, и ты попадал, ну, то есть, по одной прямой, ты мог скакать, а теперь из-за того, что они еще и разрослись, ты можешь попасть в абсолютно другую точку, в другом таймлайне, это неожиданно. Вот это красиво очень выглядит, и вот это, прям здорово. Блин, мебилсы не показали на гидроцикле, это самое главное разочарование. Так, ну давайте кратко, кратко мнение, потому что еще мнение я хочу составить полное, кратко мнение и по второму сезону. Во-первых, второй сезон вроде как уже скоро должны начать снимать, потому что была информация, что там вот чуть ли не сразу, да, они снимут, и потом подготовка-подготовка, и начнут снимать второй сезон. Поэтому здесь без удивлений. Во втором сезоне будут показывать последствия, будут показывать мультивселенную, возможно, какие-то еще камео будут, будет, короче, разрыв. И, возможно, вот эти серии с Локи, да, где он поворачивается, да, возможно, войдет уже во второй сезон или еще куда-либо, потому что их сняли, очевидно, почему их не вставили, непонятно. Тем более, ладно, я могу понять ту версию, ну, ту сцену, где просто Локи в Башню Мстителей поворачивается, она как бы не особо играет роль. Но Локи, который стал, да, Асгардцем, ну, в смысле, стал правителем Асгарда, это очень важная сцена, на мой взгляд, и как ее вырезали без вообще каких-то обоснований, возможно, ее покажут. Тут вот в чате пишут по поводу, возможно ли Локи попал в таймлайн киновселенной Марвел, это вполне возможно, и, возможно, он там появится в Докторе Стрэнджа 2, ну, в Человеке-пауке 3, конечно, нет, но... Да, такое возможно тоже, то есть здесь... Теперь вообще, по сути, единого таймлайна КВМ нет, уже теперь все смешано, короче, все теперь сложно. Когда Канг в начале говорил, что все в концепте меняются, это ссылка на книгу с героями с тысячелетиями... С тысячей лицами Джозефа Кэмпбелла, обрати внимание. Ну, возможно, кстати. Я такую ссылку не подметил, но возможно. Доктору Стрэнджа почему-то работы прибавили еще больше, у него и так проблемы, там, свои злодеи, а у него еще и Ванда Вижн прибавила проблем, еще и Локи прибавил проблем, что происходит? Скоро выйдет трейлер Человека-паука 3, и я до трейлера выпущу ролик по поводу, ну, как бы, сюжет, который я хотел. Это было прекрасно, Локи подарил много эмоций. Все-таки, не знаю, Ванда Вижн, наверное, он не перебил, потому что Ванда Вижн была первым, и вот это было, ну, типа, первый вот такой опыт, его не перебить уже в плане удивления, да, вот какого-то такого шока прям. Но хотя твисты в Локи были гораздо такие взрывные для меня. Понятно, что как сериал, конечно, Локи получился гораздо крепче, проработаннее, и поэтому его продлили уже на второй сезон, а Ванда Вижн это была такая отдельная мини-история. Не кажется тебе, что Локи из КВМ немного другой по характеру, чем этот сериальный? Ну, сто процентов, сто процентов он другой, абсолютно, я бы сказал. Может, Ванда из-за появления мультивселенной и услышала голоса детей в конце сериала? Ну, да, так и есть, вроде как бы это я и говорил, нет, по-моему, я что-то такое произносил. Куда Равона убежала? Это большой вопрос, кстати, с Равоной. Ну, я говорю, что в этом сезоне ее сто процентов не убьют, и она останется, и дальше ее будут рассказывать историю, но, видимо, в конечном итоге она пересечется с Кангом-завоевателем, то есть с другой версией Канга. Равона отправилась искать свободу воли, а свободу воли имеет только тот, кто правит, по ее мнению. Ну, да, 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 она же сказала, что как бы она его пошла искать. Ну, я ей говорю, она найдет, скорее всего, другого Канга уже, потому что этого она найдет только мертвым, или найдет этого мертвым, и потом уже будет искать другого, или будет искать правду. Мисс Минутка же пришла, и там даже показывали темпед этот, сейчас мы перемотаем на этот момент. Там показывали темпед, где она увидела какие-то координаты, то есть она там что-то, вот, 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 там качаются файлы, она взяла это. И такая посмотрела, типа, стоп, это не то, о чем я просила, какие-то не те координаты, видимо. И мисс Минутка сказала, типа, это он за вас решил, все, и она туда пошла, скорее всего. То есть это какое-то место, возможно, это вот это как раз конец времени, где его замок, возможно, это что-то другое. Вот здесь три хранителя времени и одна разрушенная статуя, то есть, возможно, конечно, это как раз отсылка на этого деда, который был в комиксах. Ну, довольно странно все это сделано, это дед, который тот, кто останется, он создал твистеров времени, ну, по сути, это вот как раз хранители времени, которые представлены здесь. Но вообще в комиксах это другие существа, поэтому я говорю, здесь все намешано с TVA. В этот момент, когда Тор и Джейн Фостер прервали все это, в этот момент возникли две реальности, и он создал новый хранитель времени после смерти, типа, твистеров времени. И выяснилось позже, что тот, кто остается, изгнал четвертого хранителя времени обратно в Древний Египет. Но я же понимаю, что, я так понимаю, что хранителей времени все равно не было в киновселенной Марвел, это просто воображение. Хотя, откуда здесь тогда в цитадели времени вот эти статуи, зачем Кангу это было здесь возводить? Сюда все равно никто не ходит, там, кроме Мисс Минутки, да? Это больше и Мортус. Блин, просто я называю его Канг, потому что это такое самое распространенное популярное его имя. Понятно, что у него есть разные, я же говорю, еще разные версии, но Канг это самое популярное, поэтому проще всего. Сага Бесконечности закончилась, и вот четвертая фаза, она немножко по-разному идет. Вот есть, например, Черная Вдова, которая совсем такой локальный фильм. Есть Ванда Вижн, которая, ну, тоже, как бы, на первый взгляд локальная, но она переходит в нечто большее, перетекает, да, и, как бы, в конце она берет такой задел на будущее. Вот, потом, что еще, Сокол и Зимний Солдат, это тоже локальная, как Черная Вдова. И вот, ну, я, в принципе, это уже высказывал давно, что будут разные сериалы, там, например, Черная Вдова, есть, типа, уровень разный. Как, знаете, в комиксах есть стрит-левел злодей, ой, герои, ну, и злодей тоже, то есть, какой-то уровень, знаете, там, на районе что-то творится. Есть уровень Мстителей, это когда какая-то мировая угроза, вот, типа, такого. То есть, есть Сокол и Зимний Солдат, это что-то такое небольшое. Есть Локи, что касается, ну, прям, наверное, это в плане такого масштаба охвата киновселенной, это чуть ли не самый такой крупный проект, потому что тут вообще вся мультивселенная замешана, это круто. Вот, в ближайшее время мы увидим еще Локи и других персонажей, героев Марвел в мультсериале Что Если, его тоже будем смотреть, он тоже связан с мультивселенной, и, возможно, он напрямую связан с финалом Локи, то есть, сейчас на Локи будет очень многое завязано, поэтому, там, и Человек-паук 3, и Доктор Стрэндж 2, и все-все-все остальное. Спасибо, что досмотрели, можно снимать, о, я вспотел, спасибо, что досмотрели, было круто, ждем мнение полноценно и полноценный разбор финала. Пока, поэтому не прощаюсь, еще увидимся, подписывайтесь, поддерживайте лайком, пишите в комментах, как вы отреагировали, пока. Субтитры сделал DimaTorzok